Люди в форме в один момент нарушают внутренний распорядок этого заведения. Пришли без приглашения, шумят и с оборудованием обращаются уж очень небережно. 27 игровых автоматов, покерные столы и рулетки. Все это в режиме 24 на 7 приносило владельцам миллионы рублей. Здесь нет окон, а двери всегда были закрыты для посторонних. Помещение арендовали в этом бизнес-центре. Бесперебойную работу обеспечивал целый штат сотрудников. Менеджеры, кассиры, крупьи, официанты, охранники. Как выяснили полицейские, в числе персонала были и владельцы клуба. В оперативной разработке они находились почти полгода. Казино было закрыто в апреле. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, управления внутренних дел по центральному административному округу задержали шестерых граждан, которых подозревают в организации незаконной игорной деятельности. Ими оказались молодые люди в возрасте от 25 до 38 лет. Среди них москвич, который являлся менеджером игорного заведения, а также дилеры и администраторы незаконного заведения. Это жительницы Костромской области и приезжие из Московской области. Все задержанные от работы в игорном бизнесе в один голос открещиваются и утверждают, они простые посетители. А этот мужчина не такой хитрый. Признался, в казино ходил работать. Предположительно, именно он следил за конспирацией. В казино пускали строго проверенных посетителей. То есть вы подрабатывали там охранником два дня, правильно? Два или три мужа. Сколько зарплаты вам обещали за подрабатывание охранника там? Две тысячи. Две тысячи. Мне не заплатили. С теми, кому не заплатили и с теми, кто не заплатил, сейчас работают следователи. Организаторам бизнеса грозят реальные тюремные сроки. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», причем с отягчающими пунктами, в составе организованной группы и с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое предусмотрено за это по закону – 12 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают остальных организаторов подпольного бизнеса. Роман Шуканов, Сергей Дрожевкин, Петровка, 38.